привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег ну и соответственно мы хвост рик друзья только вот вчера я выложил видео по поводу команды рядом и сразу такое сумасшедшее количество откликов отзывов комментариев таких то что не получается никак у людей что что только они не делают что дергают и уже собака удавиться готова но никак у них не получается ходить все-таки рядом но что я могу сказать я могу сказать только одно что действительно нужно смотреть как человек исполняет эту команду какие ошибки допускает но вот сравнительно скажем так общие какие-то ошибки я сейчас могу о них рассказать и давайте с вами вообще поговорим о общем подходе к дрессировочным мероприятиям то есть к тренировкам дрессировочным мероприятиям я честно говоря не могу понять вот почему в большинстве случаев это не получается команда рядом у людей казалось бы достаточно простая команда общей установки я вам дал уже что там у вас идет не так честно говоря я вот так вот тут сходу по ну просто по комментариям что вы там дергаете там ничего вас не не получается я ответ на ваш вопрос еще раз повторяю что я не могу дать давайте мы с вами тогда будем у нас же есть skype консультация такая она открыта она работает мы будем с вами выходить на прямой контакт когда и уже видеть какие-то скажем так я буду видеть ваши ошибки которые вы заключаете и корректировать здесь больше получается корректировать не то чтобы собаку корректировать приходится человека то есть вот в чем проблема так что skype консультации у нас есть записывайтесь будем решать ваши индивидуальные проблемы а по комментариям я ничего дать не могу вот давайте сегодня с вами поговорим о большинстве ошибок которые мы допускаем допускают владельцы хозяйства собак и поговорим с вами об общих правилах к подходу к дрессировке мероприятий то есть ну вот давайте сейчас вот я это же не первая собака на которой я вам показывал то есть и не у нее не обладает какими-то уникальными особенностями рекда это обычная собака просто у нас правильно выстроенные взаимоотношения как минимум на четырех собаках я вам уже показывал как исполнять команду ряда ну давайте вот сейчас вот он бегает свободном поиске да просто шарахается по лесу я сейчас крик на рек рядом иди видеть вот вот он идет рядом все почему иди гулять все гулять молодец все почему это потому что у собаки уже есть рефлекс ходить рядом давайте с вами коснемся высшей нервной деятельности собак поговорим с вами о том что такое рефлекс рефлекс это ответная реакция организма на какие-то раздражители и для того чтобы правильно вот этот рефлекс выработать раздражителей как как минимум должно быть два это голосовая команда например является раздражителем да ну и дергание поводка тоже является раздражителем для того чтобы рефлекс был правильный нужно соблюдать какие-то определенные правила вот положим парень который дергал да вот пишет мне я предпримерно представляю себе вполне вероятно что он когда ходил со своей собакой вот о чем я говорил то что рулетка да она вырабатывает рефлекс у собаки тянуть постоянно то есть поводок в натяжении собака чувствовала себя хорошо и когда гуляла она же гуляет да и позволяет то что поводок был натянутый вот вам выработанный рефлекс у собаки то что тянуть это хорошо идем идем дальше для того чтобы собака реагировала на вашу команду на какую-то да для того чтобы она знала что сейчас будет как бы дергание вот папа поводка на что же от этого не кайфует собака на самом деле если она не является там каким-то мазохистом вот то есть прежде чем дернуть поводком вы дайте как-то понять собаки о том что сейчас это произойдет то есть большинстве случаев это происходит вы идете и план вот не понравилось да и тут же вы раз дернули то есть опять это неправильно здесь раздражителем вы раздражитель не дали а дернуть уже дернули соответственно вы дайте голосовую команду собаки о том что вы сейчас ее дернули то есть там например поправься да то есть не надо злоупотреблять команды рядом постоянно а там поправься например там куда пошел там или еще какое-то определенное слово там или да нет там маркер нет вот например многие из вас не пользуются этим маркером поэтому вы сначала дайте собаки дать понять о том что сейчас это произойдет это дергание поводка то есть нет поправься там на пину любое слово какое-то придумайте себе и говорите его поправься например раз дернули сначала сказали потом дернули то есть вы дайте собаки понять исправить положение чтобы она поправилась вот а потом уже дергает вот потом что еще неправильно мы делаем мы с вами начинаем раздражаться да вот здесь давайте уже об общих планах дрессировки поговорим то есть в чем это выражается когда вы начинаете заниматься собакой вот здесь у вас должно быть уже подход такой как вам сказать великодушие если вы знаете это слово то вот что-то должно быть похожее на великодушие даже не похожее именно великодушие должно быть когда вы маленькому ребенку начинаете объяснять что-то вы вы же готовы к развитию события такого что с первого раза не поймет или вы все считаете себя какими-то гениальными людьми до такими там лобачевскими там я не знаю там макаренко который с первого раза раз объяснили у вас все все получится вас ребенок поймет нет он имеет право на то чтобы не понять вас вот так же и собака то есть вы будьте готовы к тому что с первого раза она не поймет вас поэтому не надо от нее требовать многого то есть если вы вы так объяснили вас собака не поняла не начала немножко значит дело то вас собственно говоря не они они собаки поэтому будьте готовы объяснить собаки несколько раз с несколькими подходами то есть именно великодушно относиться к животному понимает то что она сможет не всегда вас понять вот о чем я а вы начинаете что делать вы начинаете раздражаться раздражение я вам в сотый раз наверное говорю о том что ваше эмоциональное состояние передается но очень сильно животному и она начинает вас бояться ты трястись уже уже они уже не там не то что включена наоборот все реакции заторможены когда собака начинает вас бояться когда вы ее дубасить начинаете здесь метод контраста конечно работает то есть есть даете собаки понять что вот это вот можно сделать хорошо да можно сделать там через пилюли скажем так вот вот а я-то пропагандирую на своем канале немножко другие подходы то есть пилюли мы здесь не учим делать собаки можно выработать рефлекс как положительной реакции так и с отрицательной реакции то есть в принципе это и это работает и причем через контрастное восприятие работает даже сильнее вот но если вы привыкли работа через силу какую-то через насилие то наверное вам стоит сменить канал то есть не 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 на моем канале находиться и еще я раз хочу хочу сказать о том что я не не учусь здесь кого-то основного курса дрессировки да вы заметили что у меня собаки они привольно вообще исполняют все своих все команды которые я им даю то есть он может сидеть там не 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 четко да как как вот паука d а там развалившись немножечко например вот так бар у меня так сидит до лежать тоже примерно таким вот таким же образом то есть я попытаюсь выстроить партнерские отношения и вас научить тому же самому то есть с вами рядышком находится не 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 ваш какой-то такой там прям супер загнобленные подчиненный какой-то ваш друг товарищ какой-то именно вот вот в чем дело и когда вы начнете относиться именно с таким подходом у вас и команда рядом начнет получаться и команды сидеть и команда лежать вот дать еще раз рек рек рядом иди рядом вот видите нету не поводка нету ничего в абсолютно собака идет рядом потому что и приятно и хорошо мы поощрим это молодец хорошо и гуляй молодец умница то есть я вас учу тому что не надо злиться надо с великодушным подходом подходить животному при обучении команды будь год будь будьте готовы к тому что не всегда с первого раза вы сможете объяснить и тем более не надо нервничать не психовать не дубасить не раздражаться на свое животное потому что вы стопу в ступор возите будете просто свою собаку естественного от нее ничего не набьетесь вот основные правила то есть первого-наперво это повторяем многократные линии поведения как вы будете повторять через контраст через хорошее отношение это уже сила в разнице в подходах да то есть вырабатываем рефлекс либо так либо так но многократное повторение приводит к условному рефлексу до условный рефлекс потом у нас перерастает навык методы как добиться условного рефлекса я вам говорю либо через доброту хорошее отношение чтобы требует достаточно сильно много терпения скажем так либо вы через контраст через дурду через битье и я не знаю но это вот не мой канал к этому приводит точно дальше значит вы заканчиваете всегда на хорошем почти на правильно на правильно выполненной команде да то есть если вы только начинаете изучать команду значит собака у вас только начинает правильно вы заканчиваете всегда заканчиваете на правильно выполненным и на на пике азарта да для того чтобы собака потом могла вернуться с памятью о том что это было клёво это было классно это было вкусно и так